Большинство туристов приезжают в наш город на железнодорожный вокзал. Его окружает привокзальная площадь. Именно с этого места складываются первые впечатления туристов об Одессе. Можно только догадываться, какие эмоции испытывают гости нашего города, увидев здесь несметное количество наливаек, ларьков и горы мусора. Сама привокзальная площадь уже несколько лет напоминает дешевый балаган. Целые павильоны ларьков, будки с шаурмой неизвестного состава и лотки с ширпотребом и сувенирами по завышенным ценам. А ведь чиновники из городсовета совсем недавно хвалились, что навели здесь чистоту и порядок. По поручению мэра, все в городе объекты, несмотря на то, где они находятся, на побережье, на территории возле ЖД вокзала, вчера был рейд нами произведен, на пляже Лонжерон, везде будет борьба идти с незаконными установками. Что ж, очевидно, слова ведущего специалиста никто всерьез не воспринял. Ведь незаконная торговля продолжает процветать на этой улице. Если гость города примет волевое решение уйти из этого зловонного места в сторону моря, то ему можно только посочувствовать. Итальянский бульвар заставлен лотками и наливайками, в которых не брезгуют прохладиться пивом наши милиционеры. Казалось, в центре города должно быть совсем по-другому. Я рядом здесь живу, вот с ребенком. Вышли прогуляться, тут тень более-менее. А в чем гулять? В какашках, в этих вот ветках. Ему по траве хочется побегать, а травы нет. А как вы думаете, почему городские службы как-то вообще тут порядок не наводят? Что я могу сказать? Я даже не могу понять, почему они этого не делают. Понимаете? Почему? После увиденного любой турист наверняка захочет сделать паузу, присесть на лавочку, чтобы перевести дух. Что ж, совсем недалеко есть сквер имени Томаса. Правда, скамейки там сломаны еще год назад. Видимо, ремонтировать их никто не собирается. Памятник революционеру совсем обветшал. А вандалы отломили часть постамента. Видимо, нашему туристу придется выбрать другой маршрут прогулки по Одессе. Потому что от этого променада у него останутся далеко не самые хорошие впечатления о нашем городе. Денис Соколов, Руслан Акаев, телекомпания Круг.